Мауринио Ну и резюмировать То, что уже было сказано Стартовая точка всех этих Ответов, это конечно то, что Сари проваливается В Лацио Причем проваливается Самым, на мой взгляд, страшным образом Это не ситуация, когда он Построил свой футбол И он просто не работает Потому что игроки слишком Часто ошибаются Это ситуация, когда Даже очертания этого футбола Не прослеживаются, а те редкие Случаи, когда Лацио Показывает что-то хорошее, и на самом деле Результаты и турнирное положение Не ужасны у Лацио, еще можно выправить ситуацию В этом сезоне, если бы речь не была только Турнирной таблицы, даже те Хорошие штуки, это Явно не футбол Сари Это те инстинкты, которые Остались еще у игроков, несмотря на то, что Там схема полностью другая, 4-3-3 постоянно Со времен Симона Инзаги Ну и в целом, на самом деле Лацио был очень Сильной контратакующей командой, наверное, если брать Дистанцию лучшей контратакующей командой Европы Последних, допустим, 5 лет И В контратаках в целом Очень многое складывается из естественных Качеств, и у Лацио эти естественные качества Все еще остаются Например, можно выделить Такую интересную штуку, как Наибольшее количество Голов После высоких отборов, при том, что По прессингу Лацио идет в нижней части таблицы По интенсивности прессинга Но вот те редкие ситуации, когда они отбирают мяч Они хорошо конвертируют это давление в нечто осязаемое А вот, конечно, прессинг построить до сих пор Маурицу Саре не смог Какие детали я бы хотел Проговорить в первую очередь О том, что не работает Ну, во-первых, есть Две позиции, которые Мне кажется, нужно выделить в первую очередь Схема 4-3-3 у нас тут сохраняется Две позиции Это вратарская позиция И это позиция Опорного полузащитника Вратарская позиция Это Страхоша Либо Пепперейна Пепперейна Знакомый Давний знакомый Маурицу Саре Но Который подходит стилистически Который хорошо играет ногами Но который настолько плохо стоял в воротах Что вот даже эти козыри при игре ногами Не перевесили Не перевесили В глазах Саре И он уступил место Страхоша Страхоша ужасно играет ногами Не подходит для такого стиля Ну и на самом деле Я бы не сказал, что он в этом сезоне Тоже Редко ошибается Он часто ошибается То есть Мне кажется Что Ну может быть просто чуть реже Чем это делал Пепперейна И в итоге Лацио оказался Без Игрока С которого Весь футбол Маурицу Саре По сути начинается Это важно Потому что Очень многое в футболе Саре Строится на том Чтобы выманить соперника В прессинг Дальше Очень элегантно Этот прессинг пройти То есть Даже не столько Вокруг позиционных атак Ну поскольку Таких тренеров Которые строят Игру вокруг владения Их очень часто Немножко путают В одну категорию всех У Саре Мне кажется Не позиционные атаки Были главной фишкой Даже когда у него В Наполе Все получалось А именно Выманивание в прессинг Очень грамотные И прохождение Этого прессинга За счет структуры То есть Это структура Прохождения прессинга У него всегда была На первом плане А не структура Именно позиционных Атак И возможно Именно по этой причине Наполе был Зрелищнее Многих команд Которые слишком Структурированы И Которые Большую ставку Делают На позиционные атаки Так вот Лацо В принципе Как и любая команда Саре На базовых настройках Пытается делать это Но они решаются Очень важного козыря Возможности Манипулируя Этим прессингом Регулярно играть Через вратаря Без потери качества Либо лишние касания Либо неудобные передачи Либо просто Прямые привозы Вытекают просто из того Что у Лацо Не закрыта эта позиция Вторая позиция Которая настолько же очевидна Это Опорный полузащитник Лукас Лейва Все еще основной тут Лукас Лейва Заслуживает Уважения Можно на этом Просто точку было поставить А можно еще добавить Что тем как пытается Адаптироваться Но Он не Жоржиню Не Жоржиня Подобный игрок И он В этих заигрываниях С прессингом В ситуации Когда он должен Направлять атаки Он Не тянет На мой взгляд Эту роль И он Не настолько Хорош Под давлением Опять же Это ведет И к прямым ошибкам И к передачам Которые не развивают Атаки А лишь Их затормаживают И в итоге По второму кругу Все идет Вместо того Чтобы пройти прессинг В который ты уже Соперника Выманил Ты подставляешь команду Под вторую волну Этого же прессинга И в итоге По сути Вся конструкция На которой Строится футбол Малурица Усари Она Рушится Для того Чтобы эту проблему Как-то маскировать Мы Часто видим ситуацию Которая Которая Придет к тому Что И Милинкович Савич И Луис Альберта Опускаются И мы Наблюдаем В розыгрыше По сути Такую ситуацию Ужасную ситуацию Когда Три футболиста Находятся На одной линии Вот иногда Даже все трое Иногда Постоянно Опускаются Намного Более здоровая Ситуация Это в хороших Матчах Лацу По меркам Этого сезона Когда только Один из них Опускается Хотя Милинкович Савич Находится На более Традиционной Позиции Тогда хоть Какие-то Варианты Для продвижения Для вертикальности Есть Но Часто Часто Конечно Мы видим ситуацию Когда Все трое Они находятся На одной линии И С одной стороны Это Вытекает Из неспособности Жоржиньо Держать Вот эту роль Реджисты Когда команда Находится Из неспособности Лука Салейва Я говорил Содержать эту роль Реджисты Когда команда Находится С мячом С другой стороны Конечно Мне кажется Сарий Мог бы Лучше Разводить Эти опускания И Если бы Это случалось То уже бы У Лацуо Не было Настолько Кардинальных Проблем Но К чему Приводят Эти опускания Они приводят К тому Что Лацуо Даже если Мяч продвигается Даже если Постепенно Крайние защитники Поддерживают Атаку Лацуо Не может Формировать Свои фирменные Треугольники Странно звучит Свои фирменные Треугольники Фирменные треугольники Маурисо Сари Потому что В Наполе Это был Очень важный Прием Фланговой Комбинации Но Тут В двух местах Условно Альберто Не может оказаться И этот фланговый Треугольник Не формируется На правом фланге Чуть лучше Но На самом На самом деле Там Немножко Подводят Другие позиции Немножко Подводят То что На мой взгляд Не очень хорошо В всех комбинациях Филиппи Андерсон Проявляет Но В любом случае Везде Какая-то деталь Которая Не состыкуется И Эти детали По сути Составляют Цепочку Я постарался Писать позиции С которых Все начинается Но Что-то у нас Проблемы Мне подсказывают Технические Проблемы Были И Даже нет Уверенности Что они Решились Не совсем Понятно С чем Они связаны Ну Спасибо Тем Кто даже После таких Пауз Остается На стриме Люди Еще Есть Поэтому Есть Смысл Предпринять Еще одну Попытку Про Лацио Я рассуждал Про то Как все Проблемы В Лацио Взаимосвязаны Выделил Две позиции Которые Особенно Ярко На это Защитник И Вратаре Ну И Надеюсь Вы В целом Услышали Мне просто Тяжело Оценить Что Что Долетело Что Что Не Долетело В целом Услышали Как Как Именно Это Влияет Абсолютно На всю Команду В итоге Вместо Того Чтобы Наблюдать Футбол С Выманиваниями В прессинг И С Фланговыми Треугольниками Усари Мы Очень часто Наблюдаем Футбол Где Выманивать А вместо Фланговых Треугольников Мы Наблюдаем Ситуации Где Фланговым Майрокам Приходится В одиночку Обыгрывать Они без поддержки Оказываются И приходится В одиночку Создать И обыгрывать Оппонентов И В итоге Даже те Редкие случаи Которые Когда что-то Получается У Лацо Слишком Упираются В Индивидуальное Мастерство Мастерство